Друзья, добрый день! Вы на моем канале, меня зовут Людмила. Сегодня мы с вами приготовим очень такую вкусную замазку, я так называю. Это сало с чесноком и с укропом. Первый раз это вот эту замазку попробовала, когда находилась в санатории Раду. Мне она очень понравилась, но я не представляла, что она такая может быть вкусная. Само сало я люблю. Мы его обычно на завтрак тоже иногда кушаем, то есть отрезаем кусочки уже соленого сала, ломтики и с имбирем, с яйцом, допустим. Вот всегда завтрак тоже у нас присутствовало. А здесь именно вот эта вот замазка, она такая вкусная, вы просто даже представить себе не можете. Вот поэтому давайте сейчас приготовим ее. Собственно, вот такие простые ингредиенты. Нам понадобится сало, соленое сало. У меня здесь где-то 500-600 грамм. Супруг сам его солил. Я думаю, что вы знаете, как засаливать сало, я не буду рассказывать. Три головки чеснока. Чеснок тоже по вкусу идет. Мы много любим чеснока. Здесь у меня зелень укропа. Я использую именно укроп. Укроп хорошо сюда подходит. У меня здесь два пучка побольше. Это не мешает, не помешает он. И уже по вкусу можете использовать черный перец молотый. И я добавлю еще немножко хмели-сунели. Опять же, это по вкусу. Можете это не добавлять. Но зелень, сало и чеснок это обязательные ингредиенты. Для этого мы сало сейчас порежем по кусочкам и перемалываем через мясорубку. Укроп мелко-мелко порежем. И чеснок тоже можно через давилку, через пресс пропускать. Можно через мясорубку. Уже мы сало перемололи. И здесь и чеснок я перемолола. Сейчас я сюда добавляю укроп. Я его мелко порезала. И добавлю немножко хмели-сунели. Чуть-чуть для аромата. И все это нужно тщательно-тщательно перемешать. Будет очень сложно это. Ну как, это не требует каких-то усилий таких физических. Но надо это все... Ой, так, я забыла еще сюда перчика. Перчик это опять по желанию. Но мы любим перчик. И все это перемешиваем. Не торопимся до однородной массы. Чтоб оно пропиталось. Все ингредиенты между собой подружились. Вот количество такое у нас получилось. И его мы сейчас черным хлебушком. Я вот сама такой хлебушек пеку. Вот это не хлебушек, это как лепешки такие. Вот и намазываете это сало. Сало хранится очень долго в холодильнике. Может по месяцу, не по одному. Оно потом еще постоит, пропитается. И вот такие куторбродики. Можно кушать просто. Вкусно будет. И можно кушать с борщом, с супами. Так что, приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Посмотрели мой ролик. Пишите комментарии. Всего хорошего. Всего доброго. Пока вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok